искусственный интеллект бурно ворвался и уютно разместился практически во всех сферах деятельности человека не обошел он стороной и фотографию и вот его руки ну или что там у него дотянулись и до нашей с вами любимой темы тонирования изображений да он практически отбирает у меня мой кусочек бородинского предлагая наиболее удобное и простое решение если мы хотим подрезать стиль какого-нибудь фотографа и виде его фирменной цветокоррекции да в общем что ходить вокруг да около давайте вытащим уже это чудо из шляпы фокусника и представим его достопочтенной публике и так дамы и господа сегодня нашему пристальному вниманию предстанет и подвергнется серьезному объективному испытанию новый плагин из коллекции retouch me color match мне пришлось немного поэкспериментировать прежде чем я обкатал эту лошадку ну вот я созрел для того чтобы поделиться с вами своим рецептом и больше не будем терять времени поехали друзья перед тем как мы с вами перейдем photoshop для того чтобы посмотреть как работает плагин retouch me необходимо снять контрастности и насыщенность фотографии сделать ее немного такой бледненькой для того чтобы этот плагин раскрылся наиболее полно и для того чтобы ползунок интенсивности получил наиболее широкий спектр его действия я обработал несколько десятков изображений понял что все сводится к определенной плюс-минус обработки и сделал пресет и этот пресет мы повторять с вами не будем он будет находиться также по ссылочке в описании к этому видео вы можете его совершенно бесплатно забрать и использовать как подготовительную работу для того чтобы дальше уже обрабатывать фотошопе и так применяем пресет смотрим чтобы температура нашего изображения была нейтральная ну и конечно же подровнять нужную экспозицию сделать фотографию также не очень яркой и не очень темный переходим photoshop нажатием клавиши control е и после того как наша фотография открылась фотошопе нажимаем control джей или команд джей для мака и далее идем фильтр retouch me retouch me color match достаточно простой интерфейс нам необходимо перейти вот сюда на кнопку load reference загрузка референсной фотографии и на свое изображение я хочу применить тонировку фотографа который любит фотографировать и обрабатывать технику my crevot кликаем два раза моментально наложилось цветокоррекция автора ну и тонировочка накладывается так достаточно интенсивно поэтому я все таки советую вам немного доработать и я сейчас вам покажу свой рецепт давайте обратимся к интерфейсу этого приложения ну во первых вот этими стрелками вы будете двигать все ваши фотографии которые находятся в папке с референсными изображениями то есть вам достаточно кликнуть одно изображение а дальше вы можете просто уже перебирать ваши референсы и искать ту тонировку которая вам наиболее подходит то есть каждый раз выключать и нырять за новым изображением вам не придется 100 референсов будете перебирать 100 настроек это практически работает как лут у нас конечно же есть ползунок интенсивности но мы к нему обратимся немного позже я бы советовал поработать с color по умолчанию он стоит 100 но мне кажется что все-таки требуется небольшое снижение я примерно выбрал для себя значение 75 мне кажется в таком случае фотография выглядит более естественной и более интересной ну и иллюминанс это одновременно и контраст и светимость я бы тоже немножко его снижал бы сделал бы где-то примерно на уровень 80 85 смотрите это индивидуально ну и смуфинг у нас как бы стирает вот эти контрастные границы между комплементарным цветом теплым и холодным я бы тоже слегка бы подвинул для того чтобы переходы от холодных участков изображения как здесь вот черный синий к теплым красным выглядел наиболее гладко мне наиболее интересно показалось если сдвигать где-то назначение небольшое примерно 20 если вот я сдвину полностью вот смотрите то видите он становится более такое коричневое фиолетовое изображение поэтому 2025 может быть 30 и ваша фотография будет более интересной более такой целостной и теперь друзьям можно поработать с интенсивностью наложения тонировки и когда мы с вами здесь немного все поджали то интенсивность можно слегка увеличить мне так вот понравилось даже больше поступать и я делаю где-то примерно на 115 120 но это друзья еще не все возможности этой программки этого плагина color match он может эти настройки все сохранять в лут для этого внизу справа необходимо нажать на кнопочку экспорт лут присваиваете любое название которое вам необходимо для того чтобы потом каким-то образом идентифицировать эти ваши луты и нажимаете сохранить и да друзья эти луты формате cube вы можете в дальнейшем использовать при покраске вашего видео при тонировании ваших фотографий фотошопе и в приложении фото мастер о котором у меня недавно был обзор там тоже этот формат будет работать но даже и это еще не все друзья здесь помимо того что мы можем с вами практически забрать тонировку любимого нашего какого-нибудь с вами фотографа здесь еще есть богатая коллекция лутов и теперь давайте мы с вами ползунок blend интенсивности сделаем немного поменьше для того чтобы посмотреть как работают луты я остановлюсь на значение где-то вот 65 и кликаю лут менеджер вы только посмотрите друзья какая здесь богатая коллекция всевозможных фильтров давайте заглянем вот сюда джипак и мы можем теперь затонировать нашу фотографию дополнительным лутом выбираем например вот этот лут вот он у нас применился и мы также блендом можем изменить его интенсивность я поставлю на значение 70 и наш основной лут мы можем также добавить таким образом мы с вами замешаем получим дополнительную интересную тонировку вот в этом случае она стала более такая шоколадная коричневая но интересно и после этого можем сохранить дополнительный лут у вас появится еще один лут с вашей собственной настройкой согласитесь функционал очень огромный ну и давайте я верну на прежние значения основной лут а лут который я скачал из программы сделаю чуть чуть поменьше чтобы слегка тонировать изображение поставлю на значение 35 кликаю и play и вот теперь друзья посмотрим давайте какая фотография была до применения color match и какая стала после давайте посмотрим сколько стоит это плагин программка и так как сейчас началась распродажа то разработчик предлагает скидку 35 процентов до 28 ноября но это еще не все по моему промо коду который будет находиться в описании к этому видео ты получишь даже не 35 а целых 40 процентов скидка 40 процентов действует также до 28 ноября но если даже ты смотришь это видео и распродажа уже закончилась не переживай по моей реферальной ссылке ты всегда можешь получить скидку на любой плагин retouch me 20 процентов если даже в данный момент времени разработчик никаких скидок не предлагает ну и конечно же скидка 40 процентов распространяется не только на плагин color match со скидкой 40 процентов ты можешь скачать абсолютно любой плагин из коллекции retouch me а с работой других плагинов вы можете ознакомиться в моих обзорах ссылочка на плейлист с этими обзорами будет также находиться в описании к этому видео есть и бесплатная версия программы и для того чтобы вам не покупать кота в мешке вы можете установить сначала ее и посмотреть на что способен этот плагин и после тщательного изучения принять решение о покупке этого плагина отличие бесплатной версии вот платный заключается в том что он просто не даст вам возможности сохранить не как само обработано изображение не так полученные луты вместо попытки сохранить у вас появится вот такое вот веселенькое окошко ну а мы посмотрим как плагин color match справиться с наиболее сложными задачами давайте возьмем портретную фотографию применим пресет на портретах нужно поработать немного с кожей для того чтобы она не была красноватой или слишком коричневый сделаем также и немножко бледный и само изображение я сделаю немного поярче переходим photoshop control джей фильтр retouch me color match на этом снимке я хочу использовать стиль и не лейбовиц переходим в референс загружаем нашу фотографию отлично друзья очень здорово можно слегка снизить насыщенность нашего основного пресета и давайте немножко добавим контрастности кликаем apply и смотрим до применения color match после применения color match а теперь друзья давайте посмотрим как color match справиться с пейзажем и так я наложил пресет уже color match добавил немножко зелени и желтого но потому что это пейзаж здесь все-таки должно быть этих цветов немного побольше чем в городской фотографии либо в портретах переходим photoshop control джей фильтр retouch me color match итак друзья переходим в референсные фотографии я выберу пейзаж одного из моих любимых фотографов из молодой гвардии то без мне нравится как он обрабатывает пейзажи отлично друзья но нужно добавить немножко насыщенности и еще я бы слегка убрал светимость да где-то пожалуй вот так при этом саму тонировочку я бы усилил кликаем apply с пейзажами ребят немного посложнее давайте мы с вами добавим маску возьмем обычную мягкую кисточку непрозрачность делаем сто процентов нажатия 50 и я тени и вот эти вот сосны при активном черном цвете верну немного исходное изображение я это делаю для того чтобы на нашей фотографии появилась комплементарная пара холодные цвета и теплые сейчас пока у нас все теплое и это ну кому-то может быть нравится я такое не очень люблю и мы просто проявляем нижнее изображение добавим сюда немного холодненьких цветов я это делаю немного грубовато друзья для того чтобы не тратить на это время а показать вам визуально каким образом наша фотография будет отличаться и выглядеть немного слегка поинтереснее когда мы добавим на фотографию холодных оттенков пожалуй это будет вот так итак давайте смотрим до плагина color match и после применения плагина color match ну что ж друзья как мне показалось это очень удобный и простой интуитивно понятный инструмент для получения красивой и необходимой тонировочки которые мы подсмотрели у какого-то фотографа ну и на этом друзья все если видео понравилось не забудь поставить лайк подпишись если не подписан чтобы нам с тобой не потеряться на просторах интернета и заглядывай на мой сайт там тебя ждет в подарок набор пресетов desire все необходимые ссылочки и ссылочки на соцсети находится в описании к этому видео ну а с вами как всегда был серджио друзья желаю вам творческих высот всем добра и мира и до скорой встречи в следующем видео всем пока пока